Школы приняты, но потолки рушатся. В одном из образовательных учреждений Порта Артура на третьем этаже обвалилась штукатурка. И это уже не первый случай неподготовленных к работе школ и садиков. К нам в редакцию обратились родители учеников школы номер 100. Они опасаются за жизнь и здоровье своих детей. С их слов, руководство школы объявило добровольное пожертвование от родителей на ремонт фасада и потолков. Ведь в следующем году школа отпразднует 85-летний юбилей. А такую дату негоже отмечать в здании, которому угрожает аварийное состояние. Средняя школа номер 100 функционирует с 1936 года. Старейшие здания каждый год провожают немалое количество выпускников во взрослую жизнь. По словам жителей Порта Артура, капитальный ремонт в стенах учебного заведения не делали ни разу. Проводили лишь мелкосрочные и косметические работы. Уже несколько лет подряд в здании осыпается штукатурка с потолка. Как признаются родители, которые пожелали сохранить анонимность, в сентябре нового учебного года опасная ситуация снова повторилась. Сыпался потолок на третьем этаже. В общем, много что, недостатков очень много. Мне нужно, чтобы администрация помогла нам в ремонте нашей школы. Но опасно. Ребенок сама говорил, что шпаклевка, она падает. А шпаклевка в фасаде здания? Это внутри школьного здания. По поводу сборов в школе у нас есть такие сведения, что собираются родители по 2000 рублей. Ну, родители как бы молчат, но мы их даем. Это что, из-за детей только мы так просто делаем. Узнался. А так, по идее, получается, мы не должны. Чтобы они говорили, чтобы ваш ребенок не сдал, мы сдаем деньги по 2000 в год на ремонт школы. И, получается, сдаем, а в итоге что? Ну, лет пять, наверное, точно фасад не делали. Потому что его как-то подкрашивали, то есть краска уже осыпалась. Ну, штукатурка уже все насыпается. Добровольные пожертвования в фонд образовательного учреждения ответственные родители вносят каждый год. Для детей не жалко, лишь бы средства шли на нужды школы. По словам еще одной жительницы Порт-Артура, каждый год деньги собираются на одни и те же ремонтные работы. И это вызывает определенные вопросы. Потолок в школе падал, мы еще учились, я выпустила с 96-м году. Он при нашей памяти падал три раза, потолок. То, что там штукатурят, это все бестолку. Дети с верхних этажей прыгают на этажах, на нижних этажах потолки падают. Причем у нас падало, прям на детей эти потолки обрушались. То есть то, что сейчас просят на штукатурку, еще на что-то. Во-первых, директора нету, никого нету. Куда пойдут эти деньги? Куда пойдет эта штукатурка? Почему с родителей сейчас Козлова начинает, или как, Овечкина? Почему она начинает выпрашивать денег? Сколько я училась, мы сдавали на все. Сколько у меня старший ребенок учился. У нас ни разу не было отчета, на что пошли потраченные деньги. Куда вот они уходят эти деньги? Мнение руководства школы о сложившейся ситуации нам узнать не удалось. При попытке пообщаться с начальством, дорогу нам преградил сотрудник образовательного учреждения. Впоследствии исполняющая обязанности директора Ирина Овечкина все же вышла из кабинета. Но отказалась комментировать ситуацию без разрешения департамента образования. Можно к директору пейти? Пойдете. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы директор, да? Я исполняющая обязанности. Для того, чтобы общаться с прессой, я обычно получаю разрешение от своего учредителя департамента образования. Скажите, пожалуйста, вы отказываетесь давать комментарии? У нас есть информация, что у вас в школе проходит сейчас такая акция. Соберите с родителей деньги в размере двух тысяч, чтобы отремонтировать потолок. Пока никаких комментариев давать не буду. Жители Порта Артура признаются, они не против добровольных пожертвований, лишь бы дети получали образование в условиях полной безопасности. Нынешнее положение вещей может в итоге привести к большой трагедии. Пока Омск вновь не прогремел на всю Россию очередным обрушением, властям нужно поспешить принять меры. Особенно в преддверии нового бюджетного года.